Привет! Сегодня будет коротенькое видео о ошибках, которые я сделала при организации хранения. Ну вообще, конечно, я считаю себя просто гуру организации, считаю, что у меня все прекрасно и все лежит по местам. Но на самом деле, естественно, время от времени ты наступаешь на какие-нибудь грабли. Я выписала аж 7 пунктов и, может быть, кому-то это поможет не совершать те ошибки, которые сделала я. Первое, про что очень хочется сказать, это лишние органайзеры. Знаете, особенно когда часто переезжаешь, когда у тебя, в принципе, структура хранения довольно сильно меняется. Ну вот были у тебя там, был какой-то комод, были ящики одного размера, а потом у тебя стал другой комод или вообще не комод, а все это заменилось на полки. Получается так, что предыдущие органайзеры, которые работали в предыдущем доме, могут не подойти по размеру или по высоте, или там по ширине, еще почему-нибудь перестать комбинироваться в красивые прямоугольнички. И ты начинаешь покупать следующий органайзер, и это, конечно, проблема. Вообще органайзер сам по себе особенно какой-то объемный, это вещь, это еще один предмет, то есть люди, которые говорят, в том числе и я. Вот, я за минимализм, у меня всего ничего, три, не знаю, там, футболочки, две маечки и один носочек. Но, когда мы начинаем для каждой футболочки и каждой маечки покупать отдельный органайзер, это получается, что у нас вещей в два раза больше, и о каком минимализме вообще тогда речь. Объемные органайзеры приходится перевозить, и они занимают место, то есть, если органайзер нельзя как-то сложить, а в последнее время все полюбили, там, типа, деревянные органайзеры, знаете, что-нибудь такое, ого-го. Вот, они реально занимают место, и если они потом не находят своего места в новом доме или что-то меняется в старом доме, они становятся ненужны, то ты должен избавиться не только там от вещей, которые ты расхламил, но и от органайзеров, которые, собственно, тоже являются вещами. Поэтому я время от времени сталкиваюсь с тем, что у меня вот какие-то органайзеры освобождаются, и ты думаешь, что же делать, и это ошибка, это провал. У меня несколько органайзеров, которые мне кажется очень удачными, вернее, казались очень удачными, в новом доме, например, не нашли своего места, и я вот с ними часть я раздала подругам, а некоторые мне вроде и отдать жалко, потому что очень классные, но и не находят они применения. Вот, так что это моя ошибка. Для меня вообще очень важно, чтобы все было так вот эстетичненько, и в том числе поэтому у меня много разных органайзеров, потому что для меня все-таки вот эстетика, вот как оно все выглядит, когда я открываю ящик, это все-таки на первом месте, чем там количество вещей, которые мне надо будет привозить при очередном переезде. И поскольку для меня важна эстетика, я во всем доме сделала одинаковые вешалки, причем эти вешалки мы притащили из Черногории, то есть мы когда-то там 5-6 лет назад, 7 лет назад жили в Черногории, и там мы перешли на один формат вешалок, плечиков, и я, собственно, эти плечики сюда привезла, когда-то у нас было там больше вещей, сейчас меньше. И в целом так получается, что у нас все вещи, которые висят, они висят на одинаковых вот этих плечиках, и плюс есть некоторые запасы, которые используются, ну, так, оперативно, то есть я, допустим, стираю вещи, потом развешиваю какие-то вещи, которые должны, ну, при моей системе стирки, должны сохнуть на плечиках, потом я их снимаю в складах, и, собственно, плечики обратно освобождаются. То есть они то в использовании, то нет, в использовании, там, один день в неделю, когда у нас стирка. Вот. И когда к нам приехало больше людей, у нас этих плечиков стало не хватать. И для меня это как бы стресс, и я все время хожу и там собираю эти плечики по комнатам, такая, ну, пожалуйста, пожалуйста, пусть мне хватит их, чтобы посушить белье. У нас еще такая система, что как бы одна вещь, одна вешалка, мы не наваливаем много вещей на вешалки. Вот. И, в общем, сейчас все время вот этот вот такой момент, что их почти не хватает, вот, потому что людей в доме стало больше, и я не могу пойти купить такие же вешалки, потому что мы их покупали в Черногории. И у меня точно так же вот этот внутренний ступор, что я не могу пойти купить вешалки какого-то другого формата, хотя, в общем, ничего не мешает там в разных комнатах, допустим, использовать разные вешалки или еще как-нибудь. Вот. Но у меня вот какой-то, какая-то проблема, какой-то ступор с этими вешалками. Вот. Но пока я так живу, а ошибка-то, собственно, была в том, что на самом деле, наверное, надо было купить их больше. И заметка мне, что если мы доедем до Черногории на машине в этом году, то надо, наверное, попробовать докупить, вдруг они все еще есть в продаже. Ну и, собственно, вывод из этой ошибки, ну, покупайте с некоторым запасом. То есть, если у вас вот сейчас вещей столько, а потом их может стать больше, потому что просто вы купите больше вещей или там к вам кто-нибудь переедет, как к нам, просто нужно иметь какой-то здоровый запас. Третья ошибка – это, в принципе, выбор заведомо неудачных органайзеров. Ну, первый пример, который я могу рассказать. У нас есть такая корзина, она плетеная из какого-то хлопкового, наверное, жгута, ну, в общем, из хлопковой какой-то веревки. Я ее заказала в интернете для того, чтобы скидывать, ну, для организации мусора нашего, чтобы скидывать туда пластиковые бутылки, которые мы сдаем. Специально выбрала корзину такую с ручками, чтобы потом эту корзину класть в машину и довозить до магазина, там эти бутылки сдавать. И казалось мне, что все будет хорошо, корзина сама по себе красивая. Но я ее заказала в интернете, она пришла в коробке, и она была так, ну, плоско сложена. И в итоге, несмотря на то, что я там даже набивала ее этими бутылками, там засовывала в нее одеяло, сейчас она, кстати, там с одеялом где-то стоит. Короче говоря, эта проклятая корзина так и не расправилась. То есть она все время стоит, и она какая-то такая покосившаяся. И, ну, в общем, она мне не нравится, я не знаю теперь, что с ней делать. А вернуть ее уже, возвращать ее уже поздно. Визуально она мне не нравится, бутылки мы теперь храним в другом месте. Ну, в итоге вот она кочует как бы из комнаты в комнату и бесит меня невероятно, потому что стоила она немало. Выкинуть жалко, продать, наверное, ее не получится, потому что она кривая какая-то. Вот, ну и, собственно, вывод, ну, проверяйте, собственно, смотрите глазами, что вы покупаете, лучше, наверное, ну, какие-то вещи, понятно, там, не знаю, пластиковые контейнеры, они и есть, пластиковые контейнеры. А вот такие вещи в виде, там, корзин, можно подумать, в каком виде они приедут и не будут ли они, вот, как у меня, такие, ну, наверное, бракованные в какой-то мере. Еще момент неудачных органайзеров. Это система для сортировки мусора, у нас она из Икеи. Там ведра продаются с крышками, то есть это вот прям комплект ведро плюс крышка. Но при этом крышки, по крайней мере, при нашем использовании, при этом я не могу сказать, что там становятся какие-то варвары просто. Вот, тем не менее, у нас несколько этих крышек сломалось, а мне хотелось бы, чтобы некоторые ведра все-таки закрывались. И получается, что либо я должна терпеть, что у меня, как бы, эти крышки не закрываются, либо мне надо пойти и купить еще одно ведро с еще одной крышкой, как бы ведро, я не знаю, выкинуть или что мне с ним делать, там, отдать кому-то. Ну, в общем, короче, это проблема. И меня это расстраивает. Но тут не знаю, как можно подстраховаться, читать отзывы. Ну, вот я могу свой отзыв дать, что вот эта вот система хранения, которая у нас из Икеи, у нее не очень прочное крепление крышки к ведру непосредственно. Вот, и оно может ломаться. Четвертый мой провал в организации хранения – это гладильная доска и утюг. Ну, во-первых, отдельная тема, что я вообще не оглажу. И доска и утюг, они только вот по просьбе моего мужа есть. И еще моя мама, как бы, когда приезжает, она тоже такая, ой, мне там что-нибудь надо погладить. Я не тот человек, который гладит вообще. Вот, ну, хотя, ладно, я сейчас поняла, что бывают моменты, когда я что-нибудь глажу, если я что-нибудь, например, там, подшиваю, да, или зашиваю, да, иногда хочется пройтись утюгом. Но, опять же, вот если бы его не было, я бы плюнула, как бы, и так сделала, без всякого утюга. Раньше у нас гладильная доска, у нас такая малюсенькая, на тоненьких, крепеньких ножках. Она в шкафу у нас висела, вот в таком же, как у меня на фоне, в паксе. И рядом же уйти есть такое специальное крепление для утюга внутрь шкафа. И утюг там же жил. Но сейчас у нас открытые хранения в шкафах. И, в общем, совершенно не хочется, чтобы там еще, кроме того, что у нас одежда висит, красиво, аккуратно, на одинаковых вешалках, конечно же, не хочется, чтобы там еще и утюг был, и вот доска. И в итоге они у нас качуют там из ящика в ящик. Какие-то непрекаянные никак не найдут какого-то своего окончательного места. Вот, так что, ну, это тоже известная тема. Но надо продумывать такие вещи и заранее решать, где будет храниться ведро, швабра, утюг, гладильная доска и все такое прочее. Пятая ошибка — это хранение вещей в чемодане. Вообще, с одной стороны, когда вот места прям реально мало, наверное, это неплохой вариант. Но в нашем случае мы в чемодане хранили вещи, которые нужны непосредственно для путешествий. И все это прекрасно работало. То есть ты едешь в поездку, ты достаешь чемодан, у тебя там уже лежит аптечка дорожная, какие-то там зубные щетки, которые ты с собой возишь. Ну, в общем, какие-то пакеты. У нас такие многоразовые сумки-языки, в которых ты будешь вести что-то, одежду, например, да, или обувь, или, ну, смотря, куда вы едете. Вот. И все это очень классно и удобно работало до тех пор, пока нам не потребовалось отдать этот чемодан, ну, по крайней мере, на время. Сейчас у нас живут беженцы, и одна из них сейчас уехала. И, ну, совершенно бессмысленно было ей покупать чемодан, поскольку она собирается вернуться, мы ей отдали свой. И вот она уехала с одним чемоданом. И теперь у нас вот эти наши вещи, да, которые раньше хранили в чемодане, ну, в общем, вся вот эта система, она рассыпалась просто, потому что сам чемодан был увезен. Я не знаю, могу ли я сказать, что это вот прям ошибка-ошибка, но, наверное, если есть возможность хранить чемоданы пустыми, если у вас вот, как у нас, на самом деле, по большому счету, дофига мест хранения, и, в общем, ящики пустые или полупустые, то вполне возможно, что то, что прям вот хочется запихнуть в чемодан, возможно, не надо туда пихать, ну, то есть, по крайней мере, продумать, куда вы это положите, если чемодан придется отдать или, не знаю, у вас его кто-нибудь одолжит. Как-то так. Шестая ошибка — это открытые полки у кровати. Вообще, с одной стороны, я очень к этому стремилась, и мне хотелось, чтобы вот эти тумбочки или полочки, или как угодно, у нас это, кстати говоря, полки из отдела для кухни из Икеи, мне вот очень хотелось, чтобы все такое было воздушное, чтобы рядом с кроватью не было каких-то массивных этих тумбочек, чтобы они висели на стене присверленные. Ну, вот, не знаю, видно или нет, но они до сих пор не присверленные, потому что у нас не окончательный вариант кровати, и мы еще не решили, на какой стих надо повесить. И никак мы не можем нормально довести до ума эту систему с этими тумбочками. Моя еще туда-сюда, а вот со стороны мужа там все равно получается так, что даже при том, что мы пытаемся всячески там организовывать провода и все такое прочее, все равно как-то там поднавалено, и, возможно, все-таки стоило хотя бы одну тумбочку, вот которая со стороны розетки, сделать закрытой. Поэтому мы пока думаем, может, дойдет дело до замены кровати наконец-то, и тогда будем решать что-то насчет вот этих открытых тумбочек. Потому что открытое хранение, оно очень хорошо, когда все очень минималистично. У тебя там один какой-нибудь предмет, один телефон заряжается на тумбочке, да, тогда можно иметь открытую тумбочку. А если вот как у нас зарядка для телефона, пропуск на работу лежит, лампочка стоит, заряжается ноутбук, заряжается пауэрбанк, и, в общем, все это выглядит уже не очень обрядно. Седьмая ошибка – это ходспоты, с которыми приходится бороться постоянно. В принципе, ну, ходспот – это такая неизбежная штука, но ходспот – это место, которое, ну, притягивает, скажем так, всякое, всякий хлам, нужные вещи, ненужные вещи. Это обычно какое-то место, такое проходное, где вы скидываете, не знаю, там, зашел, снял очки, положил ключи, поставил сумочку, потом какие-нибудь там счета рядом организовались, еще что-нибудь, дети накидали мелочь. Ну, в общем, какое-то место, их обычно много по квартире, не одно, где скапливается всякое, нужное и ненужное. И вот в нашем случае в доме довольно много ходспотов, причем я не могу сказать, что это прям мой фейл, потому что под ходспоты у нас организовались всякие ниши, я про них ругалась еще в самом начале, еще вот когда мы не заехали даже в дом, у меня был такой виртуальный рум-тур, я показывала фото дома и рассказывала, что вот есть там какая-то ниша с какими-то полочками, и вот она мне не нравится, вот она зря мне не нравилась. Естественно, это немедленно превратилось в фотоспот, туда все складывают, там дети приносят, кладут какие-то бумажки из школы, туда попадает почта, туда сваливаются карточки, вот там карточка, которая открывается в мусорной баке, карточка от спортзала, карточка от машины, еще, ну, в общем, все вообще, что попадает в дом, мне кажется, мелкое, оно оседает вот в этой нише, и мне ее приходится постоянно разбирать, и ты постоянно-постоянно там что-то есть, и не бывает вообще такого, чтобы она была пустая. А потом журнальный столик у нас тоже, ну, казалось бы, вообще, чего сложного держать его в чистоте, ну, туда постоянно тоже попадают, там у нас дети читают, например, книжки там остаются библиотечные, если дети занимаются, там тоже скапливаются какие-то тетрадки, ручки, канцелярия, ну, в общем, вот почему-то регулярно там что-то есть, а еще какие-то музыкальные инструменты, какие-то дудочки, медиаторы от гитар, в общем, это реальная проблема. Ну, и какой, собственно, вывод, вы уже поняли, что это больная тема, я долго жалуюсь, но вывод какой? Чем меньше, блин, горизонтальных поверхностей и вот этих вот всяких удобных полочек в проходных местах, ниш и всего прочего, тем меньше будет ходспотов, ну, либо они будут, ну, как-то более локализованы, то есть вот у вас будет одна, допустим, тумбочка в прихожей, и вот окей, ну да, надо будет ее постоянно разбирать. Но когда таких точек по дому 10 и тебе приходится их все разбирать, это бесть невероятно. Поэтому меньше горизонтальных поверхностей, особенно в проходных местах. Это все мои ошибки, пойду их исправлять. Пока!